У якости посла Злучанного Королевства Феона Гиб наведывая гобель у першиню. Свой пост она заняла не дауна и у Беларусь приехала только в этом годе. Тому гэтый визит у першую шаргу ознамленнейше. Яго дипломат почала с устрейшей со старшиней Аблвы Конкама Владимиром Дворником. У зале так само старшиня Гомельского Гарвы Конкама Пётр Кирышенко и старшиня Комитета экономики Аблвы Конкама Эльвира Карницкая. Баге обмерковые испытания развития супрацовнества и махчима стерилизации суместных инвест-проектов. Замежную гостью текавят аспекты развития у регионе, приватного бизнеса и сферы адукации. Феона Гиб так само высоко оценила проведенную в области работу по реабилитации потерпелых и товары на шае с территории. Не меньше насыщенная хуторка у Гомельским отделения Гандлёва промысловой палаты. Тут говорка так само про махчимые суместные перспективы. Узаемный товарооборот Гомельской области и Великобритании у студии Нешервине гэтага года склаус выше 5 миллионов долларов США. На Гомельшине знаходятся 8 предприемствов за английским капиталом. Иснуютсь по-братимске сувязи и суместные социальные проекты. Але гэта верагодно не вычерпывая усе махчимости супрацовнества. Кому на сустрече предстоуники установ медицины и культуры, бизнесу и громадских организаций Гомельшины. Размова трымалась довольно насыщенной и замест запланованной годины заняла две. Я хотела познайомиться у якости посла с Гомельской областью, потому что гэта други по величине региону Беларуси. Померковать пытание экономики и супрацовнества у бизнес-сферы и познайомиться с мэром Гомеля. Я з'являюся назиральником на выборах, гэта так само мэтта моего визиту. Мне вельми спадабауся ваш город, я спадяюсь вернуться сюды яшэ раз. Афицийную частку ознайомленьшого визиту с подарыня Фиона Гиб заканшывая в университете имя Франциска Скарыны. Тут посол Великобритании выступила перед выкладчиками и студентами. Размова идя по англійську. Гэта таки своясабливый урок для студентов, які выучают гэтую мову. Астасия Кучинская, Сергей Лукашук, Михаил Рабков. Телерадоя компания Гомель.